Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я раздуховна в основном внеорганизованной церковной структуры. Поэтому, когда я был молодым человеком, я не давал церкви слишком высокую оценку. Я понимал концепцию собрания людей, но сама община не имела для меня особой ценности. Потом я прочитал, что это Иисус создал церковь, и понял, что мне нужно поменять свое мнение о ней. Я посвятил годы своей жизни тому, что добавлял ценность и силу совместному возрастанию людей в Боге. Нам нужна церковь Иисуса Христа. Спросите Бога, как вы можете использовать свое время и таланта, свою энергию и свои ресурсы, чтобы укрепить то, что Иисус строит сейчас на земле. Мы должны помогать Ему, а не мешать. Уверен, Бог вам поможет, как помог и мне в свое время. Я считаю, что собрание Божьего народа, посвященное Богу общине, это не вопрос выбора. Это то, без чего не обойтись. Это нужно для зрелости и духовного процветания. Если вы ходите в церковь по желанию, думая, что вы можете встретить Иисуса и на парковке, то я с вами не согласен. Да, вы можете встретить Иисуса на парковке, и для этого не нужны кафедры и пастор, но вам точно нужна община веры, чтобы расти в Господе. Мы не сможем возрастать в изоляции. Писание это подтверждает. Жизнь — это больше, чем воскресное богослужение. И наше посвящение Богу касается абсолютно всех сфер нашей жизни. 90 минут в неделю явно недостаточно для посвящения. Поэтому нам будет полезно поразмышлять о том, какие преимущества дает нам церковь, и для чего мы делаем то, что делаем. Потому что я считаю, что влияние Евангелия должно возрастать. Для людей, которые сталкиваются с трудностями, нет лучшего решения. Я повторю, влияние Евангелия должно возрастать. И нет лучшего решения для наших проблем. Нас не спасут технологии. Нас не спасет наука. Нас не спасут политлидеры, партии, идолы. Идеологии нас тоже не спасут. Нам нужно расширенное влияние Евангелия Иисуса Христа. Оно изменило мою жизнь и жизнь людей, которых я знаю. Я верю, что Евангелие меняет и вас. За годы моего служения я убедился, что растущие церкви держатся на людях, возрастающих в Боге. Мы можем начать церковь, и какое-то время она будет расцветать. Но если мы хотим, чтобы она постоянно росла и процветала, нужно, чтобы люди в этой церкви росли духовно. Мы еще не достигли уровня, когда мы можем остановиться в своем росте. Мы по-прежнему сталкиваемся с жизненными трудностями. Мы находимся на стадии перехода. Мы еще не прибыли в пункт назначения. Еще не знаем всего. Но я так хочу быть частью живой и цветущей церкви, потому что она состоит из живых и цветущих людей. Это то, что мне нужно. Вот что говорит о церкви Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А вы знали, что Иисус занимается построением церкви? Всегда легко акцентироваться на ошибках церкви, идти на поводу мнения толпы и разочароваться в церкви как таковой. Церковь состоит из людей, а люди способны нас разочаровать. И мы тоже. Но Иисус занимается созиданием церкви. Иногда меня спрашивают, пастор, «Разве вас не беспокоит, что церковь становится слишком большой?» Эти люди просто меня не знают. То, что меня беспокоит, это то, что влияние церкви уменьшается день ото дня. И вот что не дает мне спать по ночам. Я встаю и молюсь, Господи, пусть расширяется влияние твоей церкви на земле. Определимся, что такое церковь. Я сейчас не имею в виду только конкретно нашу или другую поместную церковь, или деноминацию, но церковь — это любой человек, уверовавший в Иисуса как мессию, принявший Его как Господа и служащий Ему как царю. Итак, церковь состоит из людей всех народов и рас, национальностей и племен. Церковь — это более многонациональная единица, чем совет директоров. Любой компании может только мечтать. Будет не всегда легко, удобно и комфортно. Еще до интернета, транспортных средств, сузивших наш мир, до того, как в наш мир пришли цифровые коммуникации, церковь уже была глобальным выражением Божьей любви к человечеству. И тогда вокруг престола Божьего соберутся люди из всех народов, языков и племен. Я жду этого с нетерпением. Я захвачен этим более, чем вы. Но ничего, я работаю над этим. Давайте посмотрим 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это говорит о данной нам власти. Иисус говорит, «Я даю вам ключи». И то, что вы свяжете на земле, будет связано, и то, что развяжете, будет развязано. Ваша власть на земле заставляет власть небес приносить перемены на землю. Глядя на наш мир сегодня, мне кажется, было развязано что-то крайне нечистое. Это глупо просто злиться на тьму, тогда как Иисус дал нам ключи. Это наша задача — связать то, что должно быть связано, и развязать, что должно быть развязано. Это наша задача. Посмотрите на отрывок из 5 главы Ефесиным. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вы знаете, что Иисус любит церковь? Мне пришлось учиться любить церковь, любить христиан. Меня даже пугало, что в раю я увижу некоторых из людей в церкви, которые чем-то меня раздражали. Потом я осознал, что дело во мне, и когда я изменился, те люди показались мне куда лучше, чем раньше. Если вас кто-то допекает, может, вам стоит поговорить об этом с Богом? Может, это не чистота вас заставляет вас замечать, а в этих людях только плохое. Иисус любит церковь. В этом свобода. Молитесь. Боже, помоги мне любить церковь так, как любишь ее ты. Для меня это был процесс. Многое в церкви меня раздражало. Он говорит, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Иисус не начал работу с уже беспорочными людьми. Церковь состоит из несовершенных людей. Но мы собираемся вместе под его господством, чтобы Дух Божий очищал нас, омывал и делал снова святыми. Я увидел, что нецерковные люди всегда знают, какой должна быть церковь. Люди говорили, что вообще-то христиане так не поступают. Но вы же так поступаете. Так я-то не христианин. Сами они так поступать не хотят, но прекрасно знают, какой должна быть церковь. Мы все еще в процессе. Церковь — это не музей святых. Мы не экспонаты под стеклом, чтобы весь мир увидел совершенство. Мы скорее госпиталь. Мы в ранах и синяках. Жизнь бьет нас, и, подчиняясь господству Христа, мы меняемся. И вот результат, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Бог желает, чтобы мы отображали его святую личность на земле. Мы еще не там, но мы в процессе. И сейчас я хочу поговорить конкретно о нашей церкви. Какова наша миссия? Для чего мы собираемся по выходным на разборе слова и служения хвалы? Мы приходим для того, чтобы мы могли лучше думать о себе, чем если бы мы остались дома смотреть матч по телевизору? Нет. Мы приходим сюда с целью стать более посвященными последователям Христа. Запомните, это наша главная цель. Именно для этого пасторы готовят свои проповеди. Для этого мы собираемся лидерами. Наша главная цель — помочь нам стать более посвященным последователям Христа, чем вы когда-либо были. Если вы уже 50 лет верующие и много раз прочитали Писание от корки до корки, и 10 заповедей отобразились у вас в голове намертво, то наша цель для вас та же — помочь вам стать более посвященными последователями Иисусом. Мы еще не до конца опознали Бога. Мы ограниченные творения безграничного Бога. И между тем, где мы сейчас и куда мы стремимся, огромная пропасть. Есть и те, кто не смогли бы написать слово «Бог», если бы я подсказал им две буквы «Б» и «О». И вас мы хотим тоже научить, помочь вам быть посвященными Иисусу. Это будет хорошо для вас и в жизни, и в отношениях, и в бизнесе. Бог — благ людям. У меня был профессор, который постоянно задавал вопрос после прочтения нами книги. Что хотел сказать автор? Каким был его мотив? Какова идея произведения? Так вот, наша главная идея — помочь вам быть более посвященными Иисусу. Мы не хотим навязать вам бренд нашей церкви или пастора Алла. Мы хотим, чтобы вы стали более посвященными Иисусу. Потому что это действительно очень важно. Крайне важно. И наша цель состоит из четырех компонентов. Когда я начал свое служение, родители привели нас с братом в церковь, когда мы были еще совсем юны. Мои первые воспоминания. Воскресное утро, и мы должны идти в церковь. Мы ходили в церковь каждую неделю, но при этом мы не были христианами. И такое бывает. Мои родители были молодежными лидерами, но мы не были христианами. Маме поставили страшный диагноз, сказали, что ей осталось полгода. Пастор посетил ее в больнице и сказал, что ада и рая не существует. Утешение так себе. Но по Божьей милости он открылся моим родителям, и они стали последователями Христа. Их жизнь изменилась, и они познакомили со Христом меня и моего брата. Итак, мы начали возрастать в вере. Но моя вера росла не в церкви, а практически вопреки церкви. Поэтому мне пришлось учиться тому, что церковь важна и ценна. Бог начал звать меня в служение, и я понимал, что его приглашения не приносят мне радости. Я не особо уважал профессиональных христиан. Самыми эффективными для меня последователями Христа были мирианы. Но я все же ответил на призы Божии и начал служение. В моем понимании было, если ты любишь Бога и любишь людей, то все у тебя получится. Просто люби Бога и людей. Я получил хорошее образование. Отправил свое богословие, чтобы вести людей в правильном направлении. Образование действительно имеет значение. Сейчас многие высмеивают образование, но я бы не хотел, чтобы мне делал операцию хирург, который этому не учился. Итак, я получил образование, служил в церкви, но, если честно, я не был эффективен. Мы начали церковь, у нас было свое здание. Церковь выросла до нескольких сотен. Я любил Бога и людей, но я не знал, что мне делать. Через несколько лет я начал молиться так. «Господь, либо дай мне новое откровение, новое понимание того, что ты сказал мне делать, либо дай мне новую задачу». Это не случилось за один день, за неделю или на одном семинаре, в одной молитве или читая какую-то книгу. Прошло полтора года. Бог пробудил во мне понимание, что церковь должна иметь такую же точную цель, какую имеет хирург перед операцией. Церковь должна ставить перед собой цель, как механик, ремонтируя свой автомобиль. И когда я это осознал, мое призвание и мое служение начало меняться. Раньше я думал, что церковь должна быть с безопасным местом, с правильной теологией, где любят Бога и любят людей. Хочешь делать что-то в церкви, так приходи и делай. Главное, что я люблю Бога и людей, но в церкви многое непредсказуемо. Всегда найдутся несколько человек, которые скажут, что их благословило Слово сегодня. Они забыли сказать, что им понравилась ваша строгость, но тем не менее она им понравилась, и я рад за это. Что поделать, мы несовершенны. В ранние годы своего служения я был такой духовный, что мне было все равно, сколько людей пришло в церковь. Цифры меня не интересуют. Я просто люблю Бога и людей. Я думал, что оценивать количество пришедших на служение было как-то, ну, недуховно. Потом я понял, что это глупо. Возьмем, к примеру, если... Представьте, что вы привели своих деток и оставили их там. В конце вы приходите к служителям «есле» и спрашиваете, сколько здесь деток? Когда мы, знаете, не считали. Дети не терялись до этого, поэтому мы не думаем, что что-то может случиться и сегодня. А бывало, что появлялось на три ребенка больше. А бывало, что пары ребят не хватало, но в следующий раз число было выше. Так что у нас все выходит. Мы явно видим, что в этих словах мало логики. Да, число людей не главное в церкви. Но если нам наплевать, сколько к нам приходит людей, то разве станет Бог посылать к нам людей? Мне нужно было многому учиться. Я учился медленно. Мы просили тех, кто пришел впервые встать, чтобы мы их поприветствовали. Просто встать у всех на глазах. Я еще удивлялся, почему они краснеют и переминаются с ноги на ногу. К тому же я просил их представиться. Удивляюсь, как мы еще не цепляли им на лоб алые повязки. И все прихожане церкви считали, что смысл церкви в том, чтобы мы получили правильную пищу. Пища должна всем нравиться, прийтись всем по вкусу и по стилю проповеди и по теме. Помню, когда впервые наполнился весь зал. Мы тогда арендовали помещение для детской церкви и ясли. Мы думали, что нам теперь делать? Церковь-то переполнена. Мест больше не было. Помещения были забиты. Что делать? Сделать пристройку? Но это дорого. А то, что дорого, обычно не кажется хорошей идеей. Может повесить большой плакат на входе? Мест больше нет. Идите все в ад. Это не показалось нам хорошей идеей. Перейти на Фейсбук и там служить людям. А что, если проводить еще одно служение в воскресенье утром? Как мы сможем делать два служения? Если не знаем, кто придет. Да и к тому же, все уже привыкли, что у нас одно служение. Неужели придется все перестраивать? Не могу же я просить некоторых христиан приходить в другое время. И мы решили установить табличку на входе, что теперь у нас два служения по воскресеньям. И они оба наполнились людьми. Как неудобно. А теперь что делать? Мы начали снова обсуждать пути решения. И мы добавили вывеску, что будет так же служение в субботу вечером. Зачем повторять за церквями на севере? Мы знаем, что это все неправильные церкви. Мы живем на юге. Здесь люди привыкли в субботу вечером смотреть футбольный матч. Мы боялись, что люди просто перестанут приходить. Но я должен был измениться. Не столько должны были измениться другие, сколько я сам. Просто любить Бога и людей недостаточно. Нужно понимание того, что мы все должны взаимодействовать друг с другом. Нельзя сказать, «Эй, это мое место». Дело не в моем личном комфорте и в том, когда именно мне нравится приходить в церковь. Все дело в том, чтобы превозносить Иисуса и видеть, как расширяется Царство Божие. Когда мы пришли к согласию, Бог все изменил в нашей церкви. Все началось не с меня и не с моей инициативы. Мы все захотели помочь людям прийти к личным отношениям с Иисусом. Я считаю, что если человек приходит в церковь и просит помочь ему стать христианином, если церковь не способна ему помочь, то ей не стоит называть себя церковью. Но привлекать людей к Иисусу это уже задача посложнее. Люди вечно заняты делами и развлечениями. Они не так легко откликаются на простое приглашение прийти в церковь. Они считают, что уже и так все знают про церковь. Нет, я не могу быть частью этого. Богослужение не похоже на матч. Никто не станет раздавать вам мороженое, как на стадионе. Многие люди предпочтут пойти на матч. Но если мы приглашаем на матч кого-то из сотрудников или соседей, и они проводят время на матче с группой христиан, то они вдруг понимают, что эти верующие не такие уж и странные. Мы устраиваем мероприятия и детские вечеринки в нашем районе. На территорию церкви приходят десятки тысяч людей. Сладкая вата, попкорн, напитки, различные игры. Мы специально организовываем такие мероприятия, и мы не хотим, чтобы общество думало, что церковь вечно стоит с протянутой рукой. Мы хотим показать, что церковь — это лучшее место для членов общества. Мы не исчерпываем ресурсы общества, но наоборот, укрепляем его. Мы хотим привлечь людей в Царство Божие. И второе, мы ставим целью вдохновить людей ставить в жизни Божьи цели. Позвольте Богу использовать вас. Кто-то скажет, «Я не хочу, чтобы в церкви меня использовали», но вы всегда для чего-то используете вашу жизнь. Вы преследуете свои собственные цели, но почему бы вам не позволить всемогущему Богу использовать вашу жизнь? И третий компонент нашей цели — создать атмосферу для личностного духовного роста. Духовный рост не приходит автоматически. Мы в американских евангельских церквях неправильно представили общество, христианство, сделав слишком сильный акцент на рождение свыше... Но мы мало говорим о духовном росте. А ведь когда нам 16, и мы здоровы, это одно. Главное — сохранить здоровье. Я проверяюсь у врача раз в год. Я не приношу ему анализы, которые сделал, когда мне было 16. Думаю, вы хотели бы, чтобы ваш вес был как в 16 лет. Но противные доктора заставляют меня каждый год становиться на весы. Думаю, что Иисус ожидает от нас, что мы будем расти духовно. Признаюсь, одна из моих целей — заставить вас почувствовать себя некомфортно. Я не собираюсь убеждать вас в том, что вы уже все познали, всего достигли. Если вы считаете, что вам уже некуда меняться и возрастать, загляните в Писание, и у вас откроются глаза. Но у меня прекрасная семья. И слава Богу. Но это не означает, что вам как семье больше некуда стремиться. И моей семье тоже. Мы хотим возрастать в Господе. Ну а поклонение? Делают не в стиле поклонения и не в музыкальных предпочтениях, но в том, что в моем сердце. Одно из проявлений младенчества в христианстве, когда кто-то говорит, «Не могу я поклоняться под такой стиль музыки». У нас на все возраста свои жанры поклонения в церкви, начиная с яслей. Но когда вы уже студент колледжа, мы просим вас стать частью общины. И даже если будет звучать музыка не в вашем любимом стиле, это правильно. Все равно славить Господа. Он этого достоин. И последний пункт цели — снарядить святых на дело служения в Мёрфисборе. А также по всему миру мы хотим помочь вам быть более эффективным и расширять Божие царство. Мы не достигли совершенства, поэтому мы молимся и продолжаем изучать Библию, чтобы строить царство и вне стен церкви. Если вы хотите служиться, мы поможем вам стать частью команды. Вместе мы сможем сделать гораздо больше. Я покажу вам это на примере. Скажем, вы хотите присоединиться к детскому служению. Мы предоставим вам возможность послужить детям, рассказать им об Иисусе. У вас будет аудитория, и вы начнете развивать навыки. Мы предоставим безопасное, чистое место. В команде с вами будут проверенные люди. Мы не поставим вас служить бок о бок с человеком, о ком мы ничего не знаем. Тем более, что речь идет о детях. Мы постараемся подстроиться под вас, учитывая ваш опыт и уровень подготовки к служению. Кто-то отвечает за приготовление перекусов. Если вам нужна помощь дисциплинарного порядка, есть те, к кому можно обратиться. Это целая команда людей, и цель каждого — помочь всем и каждому по отдельности, преуспеть в своем служении. Почему мы это делаем? Потому что Иисус сказал, что если вы подадите стакан воды одному из малых сих, вы получите награду на небесах. А мы хотим помочь вам заслужить такую награду на небесах, чтобы ваша обитель была огромной. Раньше в церкви все было совсем не так. Ты сам должен был составлять график, составлять план, убирать комнату, приносить свой перекус. Сейчас же наша цель — построить большую команду, где люди служат в самых разных направлениях. Кто-то снимает служение на камеру, а кто-то занимается монтажом. Чтобы люди в других штатах могли посмотреть эфир. Мы собираем сокровища на небесах. Церковь — это крайне важное место, где мы снаряжаем святых на служение, в почтении Иисусу. Я не считаю, что церковь слишком большая. Я хотел бы, чтобы наше влияние было больше. Но мы над этим работаем. Я служу в этой церкви уже более 30 лет. За это время я увидел, как церковь выросла с нескольких сотен людей до нескольких тысяч. Я открыл для себя, что дело вовсе не в размере церкви. Все дело в том, чем наполнены сердца людей в этой церкви. Мы не призваны развлекать христиан или угождать христианам, которые приходят сюда каждую неделю. Но мы живем в такое время, когда мы должны стоять плечом к плечу и превозносить имя Иисуса в наших сообществах. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваше сердце и разум и показал вам, как вы можете вложить себя в Божье дело там, где Бог вас насадил. Отец, я благодарю тебя за каждого, кто сегодня слышал это послание. Дай нам мудрости продвигать служение Христу, вдохновлять тех, кто служит вместе с нами, и приглашать других в Царство Божие. Спасибо за то, что ты будешь делать. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Фундаментальные местописания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от 35 долларов и больше вы получите набор DVD «В силе духа», на которых записаны пять полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир. Вы ищете прорывы в своей жизни? Хотите возрастать в отношениях с Духом Божьим? За ваше пожертвование мы вышлем вам новые учебные пособия пастора Аллена в «Селе духа». Пять частей данного пособия содержат в себе фундаментальные местописания, уроки и применимые к вашей жизни вопросы. За ваше пожертвование от 35 долларов и больше вы получите набор DVD «В силе духа», на которых записаны пять полноценных проповедей, прилагаемых к пособию. Звоните нам или зайдите на наш сайт, чтобы заказать ваш экземпляр сегодня. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы изменим этот мир.